Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео под названием «Общие принципы лечения аутоиммунных заболеваний». Я выпускал уже видео с названием «Общие принципы лечения онкологии», и сегодня я делаю видео не меньшей важности. Итак, не будем терять время. Из данной лекции вы узнаете, в чем же суть любых аутоиммунных заболеваний, каковы их причины и первопричины. Можно ли вообще вылечить или хотя бы облегчить состояние и развитие аутоиммунных заболеваний, и как именно, если можно. В чем заключается системный подход в лечении, и важно ли менять при этом питание, и как именно. Суть аутоиммунных заболеваний сводится к уничтожению нашими иммунными клетками иммунной системы антителами, наших же родных клеток организма. Причины аутоиммунных заболеваний разные, но есть несколько первопричин, и о них я поясню чуть далее. Аутоиммунных заболеваний существует великое множество, около ста. Например, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, болезнь Бехтерева, сахарный диабет первого типа, витилиго, аутоиммунный тереидит, системная красная волчанка, аутоиммунный гепатит, псориаз, муковисцидоз и многие другие. Врачи говорят, например, тот же доктор Мясников, что мы не знаем, почему возникают аутоиммунные заболевания, но есть некоторые закономерности, и мы, врачи, предполагаем, что это и генетические предпосылки, и факторы среды. Есть взаимосвязи, и если есть какое-то одно аутоиммунное заболевание, обязательно надо провериться на другие, потому что, как правило, есть и другие. Триггером к возникновению или, скажем, проявлению аутоиммунных заболеваний могут быть вирусы, бактерии, грибки. А вот это действительно так, и далее вы поймете почему. В чем тут суть? И почему, понимая это, они не понимают другое, то, что совершенно является звеньями одной цепи? Ну, хорошо, аутоиммунные заболевания возникают из-за сбоя в работе иммунной системы. Это так. И при недостаточной функции Т-регулирующих клеток, это такой вид Т-лимфоцитов, возможно, этих клеток вовсе нет от рождения, или имеются, ну, недостаточное их количество. А что до врожденных проблем, то они, вообще-то, редки. И как правило, они не генетические. О чем любят говорить врачи, когда не знают, не понимают причину, все валят на генетику. Хотя реальные генетические дефекты бывают, это правда, но чрезвычайно редки. А вот действительно реальные причины, которые называют генетическими, заключаются в том, что они просто были переданы матерью при внутриутробном развитии ребенка или с питанием его в младенчестве. Через творожки, конфеты, мясо и другие несвойственные человеку как виду продукты, тем более рафинированные, нахимиченные, так называемые продукты питания, которые разрушают организм маленького ребенка и провоцируют более ранние, чем это было, скажем, 40-50 лет назад, и более массовые в популяции возникновения тех или иных аутоиммунных заболеваний, и не только их, но и других заболеваний. Так вот, аутоиммунные заболевания в основном возникают из-за агрессии на организм токсичных нагрузок от эндогенных ядов, главный из которых это продукты распада животных белков и непосредственно от попадания в организм этих самых высокомолекулярных животных белков. Во многих своих видео я этот механизм подробно описывал, пояснял. Список лекций, в которых вы подробнее сможете это изучить, я дам под этим видео, но какова же этому развитию аутоиммунных заболеваний главная первопричина? Если говорить кратко, но при этом полно постараться это сделать, я попробую сейчас вам это объяснить. Все неродные нам, то есть не синтезированные нашим организмом, а попавшие в него разными путями высокомолекулярные белки, они чужеродны нашему организму по определению. Это еще третий курс биохимии института, то есть антиген есть аллерген. Кстати, оттуда и аллергии. Это тоже иммунные реакции организма, но еще не аутоиммунные заболевания. Так вот, они чужеродны, потому что образовались не в нем, то есть не в нашем организме, и несут всегда вполне определенную информацию, как, например, двигательные функции той или иной части мышечной ткани убитого животного, которые человек по своему невежеству и привычке ест и называет это мясом. Эти белки, в первую очередь животного происхождения, полностью не разбираются в желудке, а затем в двенадцатиперстной кишке. Часть цельных белков всегда попадает через слизистую тонкого кишечника в кровь, и тогда возникает реакция антигена антитела, в результате которой иммунные клетки нашей иммунной системы атакуют чужеродные агенты, то есть чужеродные белки для их уничтожения, и в этом есть суть защитной функции нашей иммунной системы организма. А реакция антигена антитела идет всегда на чужеродные белки, как вы понимаете, не на название, а именно на суть, на структуру, на информацию, которая переносит эта структура, так как они являются для нашего организма антигенами, будь то вирусы, правильно говорит мясников, бактерии или грибки, или на белок куриной грудки и скажем любого мяса, поскольку эти сложные высокомолекулярные белки, выполняющие в организме того или другого животного определенной функции задачи, но не синтезированные нашим организмом, и потому они нам чужеродны и опасны нам. Вот они и уничтожаются нашими клетками иммунной системы, такова их природная задача. И разницы здесь нет в плане атаки никакой белок куриной ножки или молочный белок козеим, или вирус грибок бактерии, которые попали цельными, неразобранными со своей сохраненной структурой и информацией к нам в кровь, а далее в любые клетки ткани организма. Здесь на страже и стоит иммунная система, но когда таких провокаций для нашей иммунной системы много, то есть когда человек ест много, скажем, мяса, и часто, и вообще ест несвойственную ему как виду пищу, эти атаки ежедневны, одинаковы, стабильны, и иногда иммунная система дает осечку, происходит что-то вроде сбоя в программе. И вот тогда клетки иммунной системы начинают атаковать уже наши родные клетки самого же организма. Но какие? А именно те, где последовательность аминокислотных звеньев в белках, схожая с последовательностью аминокислотных звеньев в белках-мишенях, в этом суть всех аутоиммунных заболеваний. Например, последовательность аминокислотных звеньев в молочном белке казини, скажем, коровьего молока, почти идентична последовательности аминокислотных звеньев наших белков, клеток, островков лангерганца поджелудочной железы, которые продуцируют гормон инсулин. Именно так и возникают. Наша иммунная система начинает уничтожать их, так и возникают аутоиммунные заболевания под названием сахарный диабет первого типа. Я об этом делал уже несколько видео, ссылки будут в описании. В результате аутоиммунной реакции погибает много клеток и чужеродных, не переваренных в ЖКТ, и атакованных уже в крови, и других тканях нашего организма, и самих клеток иммунной системы, которые, как известно, путем фагоцитоза пожирают, скажем, свободный белок, или вирус, или бактерию, и вместе погибают. Это известно даже с курса не института, а школьной программы, как это происходит. А ведь это все белки. А далее что происходит? Распад этих белков в организме. Так организм и травится кадаверином, путресцином, и другими трупными ядами и гнойными токсинами. Кстати, в переводе с латыни кадавер это труп. То есть отравление продуктами распада высокомолекулярных белков, а это уже вторая проблема. И вот все эти продукты метаболизма не выводятся в полной мере из нашего организма, нашими выделительными, в том числе лимфатической системой, нет. А часть остается и накапливается в тканях, в полостях организма различных, в клетках, например, в виде кацерватов, такие микромешочки с гноем. И вот эти накопления токсичных продуктов метаболизма вызывают в дальнейшем различные заболевания и усугубляют и провоцируют аутоиммунные заболевания, которые возникают вследствие атаки нашими иммунными клетками, наших же других клеток и тканей, нашего же организма. Кто не понимает, скажу, что наш организм, вернее, каждая клетка нашего организма сама синтезирует нужные ей белки из аминокислот, которые попадают в эту клетку током крови из кишечника в органеллах под названием рибосомы. Там происходит сакральный процесс биосинтеза белка, а вот разобрать сложные белки в желудке и затем в кишечнике, в отличие от более простых низкомолекулярных растительных белков, гораздо труднее. И полностью это сделать невозможно, и потому часть белков, когда человек ест тоже мясо, из кишечника попадает в кровоток. И если это происходит регулярно, стабильно, постоянно, тогда скорость возникновения того или иного аутоиммунного заболевания или рака, как конечного процесса аномального деления клеток из-за накопления ошибок в делении клеток, возрастает. То есть именно из-за потребления высокомолекулярных белков. Возникновение таких ошибок и сбоев в программе зависит от количества и регулярности потребления этих белков в пищу, от ресурса и крепости организма и от ускорения этих процессов из-за других факторов-катализаторов. В наши дни их очень много, потому хватит нести чушь, что вот, мол, дед ел и пил все подряд и жил 95 лет, это глупо. Во-первых, этот дед мог прожить и дольше, и это не предел человеческой жизни. Прожил бы дольше, если бы он не ел, скажем, мясо и питался бы в идеале правильно. А во-вторых, вы-то столько не проживете, сколько прожил ваш дед, хватит уж нести эту чушь. Для совсем туго думов поясняю. На деда вашего не действовали многие факторы, которые на вас действуют сейчас. ГМО-пища и химия в ней от пестицидов и гормонов до фунгицидов и консервантов. А также отравленного воздуха в детстве вашего деда не было, как и прочих факторов, разрушающих организм объективно, однозначно, вроде СВЧ-излучения. Потому он, ваш дед, даже отчасти неправильно питаясь, мог прожить и 100 лет, хотя мог бы прожить и 120, и более, как жили некоторые люди раньше. Смотрите в этой связи мои лекции по долголетию и долгожительству. Они будут в описании под этим видео. Я дам ссылочку на целый плейлист о долголетии. Там собрана очень мощная аналитика, причинно-следственные связи. Полагаю, это будет важно посмотреть каждому человеку. Но не зацикливайтесь вы на одном факторе в своем протесте. Учите хотя бы науку логика, обращаюсь я вот к таким протестующим, тем, кто любой ценой защищает свой кусок мяса, или что-то иное привычное и любимое для себя, даже ценой глумления над здравым смыслом. Подходить к любому вопросу надо не через свои желания, а только через знания, разум и здравый смысл. И не защищать свои привычки и глупости ценой попрания истины. То есть законов природы в данном случае, выражающиеся в биохимических процессах и причинно-следственных связях. Лекции для полного изучения и понимания данных проблем, возникающих от потребления мяса и других животных продуктов, я дам под этим видео по ссылкам. Потому, убирая из питания эти продукты, человеку становится легче. И вот при системном комплексном подходе люди даже полностью излечиваются, даже от давно возникших аутоиммунных заболеваний. Посмотрите в этой связи хотя бы мое видео, которое называется «Неизлечимая лечица» на примере излечения одной женщины от аутоиммунного тереоэдита. В этом видео ко мне приезжала одна женщина, чтобы просто рассказать о своей победе над неизлечимой, по уверению медиков, болезни. А сами лечащие врачи, которые вели ее 15 лет, были просто в шоке. Да, возможно, не все аутоиммунные заболевания, тем более все зависит от стадии, развития и темпов развития болезни, можно вылечить. Но остановить развитие можно точно. А вылечить в 80-90% случаев тоже можно. Но только если кардинально изменить питание и образ жизни. И пройти комплексное лечение, ввести системный подход, серьезное лечение, основанное на знаниях биохимии человека, всесторонних знаний. Знаете, лечение аутоиммунных заболеваний долгое. И идет от года, как правило, до полутора. И было бы данное мое видео неполным, если бы я, конечно, не сказал, а какие же есть пути к излечению от аутоиммунных заболеваний к прекращению их развития, их прогрессирования. Выделю здесь 8 пунктов. Первое. Это кардинальное изменение питания. Тут, конечно же, смотрите мои лекции. Например, а что же тогда можно есть? Инсулинорезистентность, аутофагия, почему нельзя есть после 16.00, раздельное питание, калории, сахар и рак, кетопитание. Хотя бы эти. Уберите, наконец-то, факторы, которые провоцируют развитие воспалительных процессов в организме. Это высокомолекулярные белки, в первую очередь, животного происхождения. Это высокомолекулярные белки лектины растительного происхождения. И это сахара. Потому что любые сахара провоцируют воспалительные процессы, помимо инсулинорезистентности и прочих проблемных состояний организма, которые, в свою очередь, приводят к другим болезням. Второе. Голодание и обычное длительное. Очень полезно, но только к нему надо правильно подготовиться, не совершить тех ошибок, которые делают многие люди, ударяясь с головой в эти знания. Так вот, для этого я создал мое видео «Лечебное очищение и голодание». Непременно его посмотрите. Да, голодание улучшает состояние. При аутоиммунных заболеваниях применяйте, а вот это уже можно каждому. И хоть с сегодняшнего дня интервальное, так называемое, голодание, или, правильно говоря, интервальное питание. И потому вот это мое видео «Интервальное голодание» непременно изучите. Особенно, когда интервальное голодание соединяется, сочетается с кето-диетой совместно. Очень полезно, важно запустить процесс аутофагии. То есть, саморазрушение балластных клеток, благодаря как раз в том числе интервальному голоданию. Этот процесс запускается низкокалорийному питанию и при прочих факторах. Ну и, конечно, очень важны длительные физические упражнения. Катание на велосипеде, бег, плавание, посильная, иная физическая работа. Помните, движение – это жизнь. Физическая работа провоцирует выработку гормона роста, гормон молодости организма. Третье – грибные и иные препараты. Я имею в виду высшие бездиальные грибы, которые подавляют, во-первых, низшие грибки в организме, то есть микромицеты, грибки дрожжевые, плесневые, снимают воспалительные процессы, а аутоиммунные заболевания – безусловно воспалительные заболевания. Но эти грибные препараты подбираются индивидуально, в зависимости от нюансов заболевания данного человека, от состояния и других факторов. Так вот, под видео, под этим, как и под всеми моими видео, есть ссылка на запись для индивидуальной консультации. Но, как правило, здесь можно общую дать такую рекомендацию – это такие грибы, как веселка водорастворимая форма, шитаки водорастворимая форма и рейши. Но, в принципе, можно воспользоваться и набором, то есть курсом комплексной терапии, так как это тоже противовоспалительные сильные программы. И в ней есть и активатор митохондрий Т8 экстра, и антиоксиданты, такие как дегидрокварцетин, и иммунокорректоры, такие как куркума с черным перцем. И все это природные, заметьте, естественные компоненты, проверенные столетиями, тысячелетиями. Четвертый пункт. ИР-1. Уникальный препарат. Видео когда-нибудь я о нем отдельно сделаю, хотя в моих видео «Ответы на вопросы» я где-то уже об этом говорил. Пока прочтите описание по ссылке под этим видео. Пятое. Витамин С. Он активирует ферменты, которые уменьшают аутоиммунные реакции. Это научно доказано, абсолютно точно. Только не потребляйте аскорбиновую синтетическую кислоту. Принимайте только натуральный органический концентрат чистого витамина С. Единственный такой препарат в мире был создан фирмой «Дуалайф», которую мы представляем. Ссылочка будет в описании под этим видео. Видео мое про витамин С обязательно посмотрите, просто для того, чтобы все это понять самим. Шестой пункт. Желательно. Не то, что обязательно, но желательно принимать синтезит-актив, фокус в гелеобразной форме, натив и только такой сухой тут бессмысленен. Прочтите про них информацию под этим видео. Седьмой пункт. Водородная вода. Смотрите мою последнюю лекцию по дате выхода на моем канале. Вот это называется водородная живая вода. Непременно посмотрите. Это очень важный фактор успеха в победе над любой болезнью. Ну и восьмой пункт. Дополнительно я советую покупать качественные, хорошие препараты. Два из них это мономинералы. Это цинк и селен. И два витамина. Витамин D3 и витамин B12. Не должно быть их дефицита, тем более при серьезных системных заболеваниях. Очень часто дефицит B12 бывает при системных заболеваниях ЖКТ. Но D3 просто нужно потреблять 10 тысяч МЕ, то есть международных единиц в сутки. Это минимальная доза для взрослого человека. Еще раз напоминаю, эти видео у меня тоже есть на канале. Но правда, вообще-то, всегда желательно начать лечение именно с антипаразитарной программы. На первый месяц всего лишь один месяц. А далее начинать уже вот эту программу более длительную, более сложную, долгую, о которой я говорил выше. Посмотрите также мои лекции пищеварения и лекции, объясняющие нюансы про вот это самое мясо. С такими названиями, как мясо надо есть, клыки и мясо, раздельное питание, 9 причин болезней. Ну а теперь прошу вас послушать пару минут о моих других каналах, самый важный из которых номер 4. У меня есть еще три канала на ютубе, и все они тематические. На первом вы сейчас находитесь, просматривая это видео. Второй мой канал, жизнь на земле. Он о природном органическом земледелии, об экостроительстве и иных сферах гармоничной здоровой жизни человека на земле. Третий, о наших продуктах питания и товарах для здоровья. Он создан для того, чтобы не перегружать первый канал рекламы моих товаров и продуктов, и подробнее познакомить с ними желающих. И четвертый канал, совесть и подлость. Он, на мой взгляд, самый важный из всех моих каналов. В нем я буду публиковать мои видео о проблемах современного общества, тенденциях и явлениях, которые уничтожают в человеке совесть, честь, разум, разрушают семью, приводят к деградации во рождению человека и все общество в целом, и народа. Также я буду знакомить вас с интересными людьми и каналами, которые борются за светлое будущее наших детей и последующих поколений. За действительно настоящие человеческие, а не либеральные ценности. Я очень рекомендую вам смотреть видео на четвертом моем канале и пересылать ссылки на те видео своим знакомым и делиться ими в соцсетях, заливать мои видео на свои каналы, у кого они есть, распространять их для нашего общего с вами дела. Что ж, подписывайтесь на интересные вам мои каналы, но только в случае нажатия после подписки на уведомление вас о выходе новых видео на том или ином канале. Иначе смысла нет никакого подписываться. Просто для статистики. Ведь просто подписавшись, вы никак не узнаете о выходе на канале новых видео, если только специально или случайно не откроете данный канал. А вот как это делается правильно, посмотрите пошагово. Вы заходите на интересный вам канал. Вы видите вот эту кнопку подписаться. Нажмите на нее курсором левой кнопкой мышки и название изменится на слово сочетание вы подписаны. Но это не все. Справа от этой надписи вы увидите изображение колокольчика. Контур, изображающий колокольчик. Нажмите на него и откроются три варианта уведомления. Нажмите на слово все. Тогда изображение колокольчика изменится и он станет темным. И по его верхним краям появятся две черты, указывающие как бы на звон колокольчика. Теперь все верно. И только так можно быть уверенным, что обо всех видео, которые будут выходить на данном канале, вы на вашу электронную почту будете получать уведомления о выходе этих новых видео на канале. И вам останется только не полениться их посмотреть. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.